Это новый фотоаппарат. Это новый фотоаппарат. Я был в Питере. Два недели назад. Знаешь? Я видел в интернете, я в Москве живу. Я знаю, но там была одна подруга твоя. А, Юля такая. Я думал, Саша приедет, но не знаю. У меня тоже, видишь, сейчас вырвался в отпуск. Хотя, правда, сейчас с ночи, конечно, мы уже на Риге не попадем. Уже встали? Уже два дня снимаем, еще завтра весь день снимаем. А потом у нас 15 часов на машине в Риге, в Риге опять ехать. Ну, ехали сюда на машине? Конечно. Ну, мы живем тут в деревне нормально, как в гостинице. Может, расскажешь, ты сейчас был свидетелем, что-то происходило вообще-то? Ну, сейчас увидел Joey Badass из Брутлина. Было круто. What's up? И это Hip Hop Camp. Это 14-й фестивал. Я был здесь на второй. И сейчас это 2015. Hip Hop is International. Big Vibes. Россия, Чеха Република, Словакия, Польша, Англия. Все здесь. One people. One sound. Hip Hop. One sound. Расскажи что-нибудь про альбом свой. Ты там, когда мы в последний раз с тобой вообще виделись. Вот. Да, вот это вот интервью с тобой брали. Когда? Ну, 16 тонн, помнишь? А, так, год назад. Год назад, да, в апреле, в Котора. Я еду, завтра еду опять в Россию в октябре. В Москву? Нет? Не знаю. Но я еду в Екатеринбург и Нижний Новый Город. А, турку будет, да, маленький? Ну, да. На конце недели. А какой можешь играть? Неизвестный пока или? Где? Ну, у тебя раньше, ты приезжал, у тебя был, например, фанк, ты играл там или там регги или... Ну, пока не ясно, на хип-поп там. Сейчас я делаю как-то микс хип-поп и регги. О, регги и хип-поп. Так. Ну, просто помнишь, стазистор когда-то приезжал? Ты там играл только регги вообще. Где это было? Ну, стазистор, это магазин открывался, помнишь, трехчасовой? А, стуси? Стуси, да. А, стусистор. Это было как-то 2007. Недавно у меня на ютубе вот это видео забанили. Я, я видел. Забанили. Можно все равно смотреть, но звук нету. Да, да, да. И это было, я сказал, fuck, shit. Да, кстати, я кассета твоя цифровала, она тебе как-то... Я не понимаю, почему. Они, правообладатели, очень много набралось претензий. Но я соглашался, они рекламу крутили. Почему ее сразу не забанили? А сейчас там видно какой-то, ну там, правообладатель решил, что надо вообще забанить, не знаю. Я не знаю почему, потому что это был как-то DJ set, это ничего. А на ютубе там бывает как претензию, ну, как у меня не коммерческий канал, то есть я деньги не получаю. И поэтому я просто соглашаюсь, что это чужая музыка, и они крутят рекламу. Ну, ютуб. А в этот раз что-то набралось там... Это на твой канал был? Это видео? Да, да. На SoundCloud. Некоторые миксы я делаю, ничего не говорят. И другие они говорят copyright control. Знаешь? Ну, тоже претензии, то есть... И говорят, говорят, не могу, не может быть этот микс, потому что это... А претензия третья? Потому что я... Потому что я... Конечно, я играю свою музыку, но я тоже играю музыку от других людей. Но это, это как промоушен, понимаешь? Если я буду играть музыку от Miss Elliot или неважно от кого, я делаю промоушен для их. Тоже. Потому что если люди слушают музыку, им понравится, они могут пойти купить. Или пойти на концерт, они скажут, ой, это классный трек. Трек. Да, и пойдем посмотрим этот человек. Но они не думают так. И это... Это как-то не знаю, очень плохо. Ну, это вот как бы шоу-бизнес. Вот, вот, по копеечке они сейчас меньше зарабатывают. Наверное, хотят хоть сказать, ну, как бы обломать людей, которые вот так вот... Ну, это говно. Ну, а... А что делать-то? Я не знаю, как бы... Играть только продакшн свой или свой? Твоих друзей или тех, которые вроде как разрешают? Знаешь, это было... Было тоже на YouTube и тоже на SoundCloud, когда я... Когда я играл свою музыку. И они написали мне... You don't own copyright. Понимаешь? У меня... Это не мои права. И я сказал... Какое чушь ты говоришь? Это моя музыка, я сам сделал. Это... Конечно, это... У меня есть права играть свою музыку. У меня нету самбл, я все играл. Это... Ну, это... Они такие люди. Не, я с YouTube, я уже научился... Научился с YouTube бороться. И они, в принципе... Вот я уже сериалы про Россию снимал, про Прибалтику. И я научился им писать встречную претензию. И они как бы от меня уже... Ну, на мою сторону уже чаще происходят. Просто бывает, я использую какой-то клип, который тоже на YouTube. И они пытаются как минимум рекламу крутить. А я... Ну, поскольку я... У меня не коммерческий канал. Хотя 6 миллионов просмотров всего. Ну, на канале. На канале. За 8 лет. То они... Я просто соглашаюсь, что это там... Эпизод клипа или трек, использованный фоном. Да. И они просто крутят рекламу. Вот кроме вот микса твоего... Вот что-то микса... Трехчасовой вообще, конечно. Забанился. Да. Я просто эти кассеты, помнишь, которые я тебе показывал, твои миксы, я их отцифровал. Я не знаю, как лучше... На какой-то... Ну, e-mail ссылки какие-то, наверное, тебе прислалишь. Смотрите, у тебя их нет. То есть, как бы у меня все есть. Я не знаю, тебе ВАВЫ или mp320? Да. 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 Какой, я не знаю, там, на... На диджей Вадим Хоун, который e-mail или... Куда вообще лучше... На эту джеск, куда ты писал мне раньше. That's the one. А, это с которого рассылка прикосляется? Я... Да. Я не знаю. Да. Я пойду... Да, я пойду. Окей. Если я не увидел тебя... Я увидел тебя позже. Да. У тебя в час играешь? Да. У тебя сейчас есть что-то? Да. У тебя сейчас есть? правое мероприятие. Ну, как тебе вообще тут атмосфера и прочее? То есть, как бы... Ну, я только приехал сюда. Я... Ты же записываешь? Да, да, да. Я только приехал сюда час назад. И атмосфера здесь... Да, это... Это круто. Это, знаешь, 30 тысяч людей здесь приехали. И это... Это уже официально сейчас озвучили организатору, да? Да. И это хорошая вещь, что это... Здесь. Hip-Hop Camp. Эм... Мне обидно было, что это было... Это как-то хедлайнер сегодня, Joey Badass. Но это громадная сцена. Понимаешь? И этого мне... Я... Я уже всех видел. Понимаешь? Я уже слушаю Hip-Hop. Я уже был на концерте от... 84-й год. Вообще всех увидел. Beastie Boys, Run DMC, BDP, Karaswan, Public Enemy, Mob Deep, Tropical Quest, Pit Rock. Всех увидел. И... И... Не знаю. Когда... Когда я вижу... Такой... Большой фестивал. Большой концерт. Я ожидаю, что... Люди могут принести больше, что я ожидаю. Понимаешь? Не только... Один MC и Hype Man. Понимаешь? И это мне обидно. И люди здесь не знают. Потому что... Когда я иду... Я сейчас делаю больше регэй. И когда я иду на концерты... У них есть Кроникс, Протежей. У всех... У них есть... Бан. Знаешь? Все живое. И как Roots. Я думаю, нужно быть так. Когда я увидел... Когда я увидел... Биг Дяди Кейн в Лондоне. У него был свой бан. Когда я увидел Common. У него свой бан. Когда я увидел Nars в Лондоне. Тоже свой бан. У всех... Все живое. Я думаю, когда... Большая цена тебе нужно давать... Больше. Не меньше. То есть... То есть... То есть... Драйва должно быть больше. Ну вот... Для меня. Потому что у меня любовь для музыки. У меня любовь делать что-то новое. И давать людям больше, что они ожидают. Понимаешь? Не меньше. Когда ты получаешь 20 тысяч евро. Ставить на цене. Сам собой. Ну конечно, это... Ты делаешь 20 тысяч для себя. Ты про Джой Бадаза? Да. И... Ну не знаю. Я только думаю, что у него... Лучше, что у него было... Больше. Мог больше сделать. То есть... Еще лучше раскачать? Еще больше? Может быть, да. Ну а спасибо тебе за... Такое небольшое интервью. Вот. И... Ждем тебя в России. Спасибо. Ну ты сейчас идешь спать. Музыка. 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 Я хочу знать тебя. И... Я хочу показать тебе... Музыка. 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 И... Отдых. Музыка. эти первые два компания да я не они как сделали лайсенсы от этих от этих и тогда они как-то у меня был контракт значит я продал своего имя ким значит только биджа вадим последоват будет для нынче чем еще не заплатили мне деньги и сделать контракт на три альбома и поэтому ты стал выпускать как андрей гуров андрей гуров то что мое реально нет на википедия говорит это мое имя это не моими гуров это моя дедушка на имя последняя андрей не знаю андрей